добрый день наши уважаемые и верные зрители а также приветствуем всех наших новых гостей мы в этом году первый раз встречаемся поэтому накопилось достаточно много интересной информации не все что накопилось уже является новостью может быть вы знаете и внимательно изучили поэтому сегодня постараемся рассказать может быть о самых последних новостях изменениях которые произошли в системе нашего здравоохранения какие-то может быть интересные моменты постараемся на каких момент интересных остановимся не будем рассказывать очень долго и нудно о цифрах хотя конечно без них тоже никуда не денешься сегодня наш друг мариана который готовил нам замечательные вкусные завтраки отдыхает просил вам передать большой привет и ждет наши следующей встречи следующий раз мы обязательно с ним приготовим что-то вкусное сегодня мы сегодня мы начнем сразу с нашей информационной части для тех кто с кем мы еще не знакомы меня зовут иванов александр я возглавляю отдел консалтинга в компании astro health будем знакомы с тем кем еще пока не знакомы и поэтому давайте посмотрим что мы вам сегодня приготовили кое-что обсудим как всегда вы можете писать ваши вопросы в чате мы конечно же постараемся на них ответить поскольку все какие те темы которые возможно мы охватить не сможем но обязательно если на какие-то вопросы сегодня не не ответим то обязательно ответим вам немножко позже как мы всегда это делаем сегодня у нас скажем так три блока небольших которых мы будем говорить это наиболее последние изменения которые произошли в течение там конца марта апреля ну скажем так не то что изменения хотя к этой информации которая пришла интересная и эти новости следующие ну первое это та самая фарма 2030 которая была анонсирована в начале апреля то есть уже практически в этом месяце я знаю что многие конечно же познакомились с тем что было опубликовано может быть немножечко поглубже посмотрим и на каких-то моментах сделаем акценты также в конце в самом конце марта начале апреля вышел оперативный доклад счетной палаты там тоже есть некоторые интересные моменты на которых хотелось бы сконцентрироваться есть небольшие сведения по нацпроектам из электронного бюджета там тоже есть изменения они тоже относительно недавно были опубликованы ну и новости из мира онкологии я знаю что многие наши гости которые присутствуют сегодня как качестве зрителей занимаются этой отрасли одной той или степени она касается большего большого количества из нас то тоже пару слов хочется сказать там есть интересные сведения как всегда хочется уточнить что самая подробная информация находится в наших отчетах фармкомпус фармкомпус региона парком с россия там более подробная оперативная информация всегда можно найти также мы всегда готовы ответить на все ваши вопросы только в рамках запросов или наших отчетов собственно говоря в любом свободном общении и сейчас в чате также вас есть наши контакты можете писать и на почту астон хелс и на мою почту на моих коллег мы всегда на связи всегда готовы с вами пообщаться поговорить и обменяться информацией поскольку какая-то информация есть у нас какая-то информация есть у вас мы таким образом взаимодополним друг друга и так что же интересного у нас по поводу фарма 2030 ну конечно если мы будем говорить о том что представил на минпромторг нельзя не упомянуть прошедшие что называется минувшей программе 2020 и посмотреть на ее итоги какие же были минпромторг и минздрав отчитались о том что они очень довольны итогами прошлой программы те законодательные инициативы разумеется это не все которые здесь есть которые здесь описаны программе было гораздо больше но наверное это самые интересные которые были введены в рамках этой программы это и третье лишние как мы знаем многим эта программа с одной стороны очень понравилась другой стороны очень не понравилось но то что это определенный момент стимулировало развитие локального производства в этом нет никаких сомнений даже не сколько локального производства сколько локализации именно глубокой локализации поскольку не глубокой локализации не является не попадает в эту программу как отечественного производителя большое развитие так называемых инвестиционных и апсетных контрактов, как вы знаете, опять же, в Москве в особенности целый ряд проектов был анонсирован и, собственно говоря, внедрен, и ряд компаний, таких как Airfarm, Biocad, достаточно большое количество инвестировали в эти проекты, и это уже работает, несмотря на определенную критику и скептический подход, здесь возразить нечего, поэтому, конечно, нельзя отрицать, что это определенный инновационный интересный ход, который будет развиваться. Субсидии на развитие организации производства, это взаимосвязано с первым и вторым пунктом, компенсация затрат на проведение клинических исследований и вот именно то, что фонд развития промышленности поддержал большое количество проектов в стоимости порядка 42 миллиардов рублей, и это тоже произошло. То есть здесь нельзя не отметить того, что многие вещи случились. Какие же результаты? Ну, пока, что называется, будем констатировать. Критика или некоторые комментарии будем обсуждать в процессе. По рапорту импромторга, то, что мы говорим, что объем производства вырос на огромное количество процентов, почти со 100 миллиардов до 600. Правда, объем производства это в рублях. И та оценка, которая производится в денежном выражении, она, конечно, часто имеет определенную критическую основу, поскольку, как мы понимаем, реальный объем производства можно оценить в упаковках. Одна упаковка может стоить 100 рублей, может стоить 100 тысяч. И объем производства оценивать в деньгах – это не совсем объективный показатель, однако другого у нас нет, мы не можем оценить объем реальной производства, поэтому смотрим те цифры денежные, которые мы видим. Согласно этим данным, конечно, результат впечатляющий. Доля препаратов, произведенных в России, опять же, гордо заявили нам, что она увеличилась до 36%, хотя по плану был до 43%, опять же, это сейчас никто не упоминает. Но, тем не менее, достаточно скачок реальный есть, и мы это видим. Объем прямых инвестиций составил порядка 80 миллиардов. Много это или мало – трудный вопрос. Наверное, для такой страны, как наша, это не настолько большие цифры, которые ожидались изначально. Но, тем не менее, это есть, и это нельзя не отметить. Опять же, нам было сообщено, что более 100 производителей локализовали 400 МНН практически. Опять же, здесь мы говорим о той глубине локализации, поскольку полного цикла локализации цифры гораздо более скромные будут, пока мы видим исключительно упаковочные производства. И, конечно, этого явно недостаточно, чтобы так бодро и весело говорить о том, что большое количество производителей у нас локализуется. Хотя этот процесс, ну, более глубокая, более глубокая локализация полного цикла идет, но, правда, замедлился, скажем так, по состоянию на прошлый год. И что будет дальше – это уже вопрос. Но это уже вопрос, наверное, к программе «Фарма-2030». То, что построено более 60 новых производств и количество отечественных производителей увеличилось, это тоже нельзя не отметить. И это очень значительная цифра. И здесь бессмысленно оспаривать это. Хотя, опять же, производства бывают разные, бывают масштабные, бывают достаточно небольшие. Но мы видим, мы видим развитие отечественных производителей, то, что производство строится. И кроме гигантов отечественной фарминдустрии, таких как «Фармстандарт», «Фарм», «Биокат» и так далее, мы видим подъем достаточно большого количества небольших производств, производящих по одной, двум, трем, в том числе инновационных молекул. И мы, со своей стороны, оценивая рынок, это видим, поскольку данные производители к нам обращаются и обращаются не так уж редко. И мы видим, когда достаточно интересные инновационные молекулы приходят на наш рынок. Мы исследуем рынок в разных отраслях, как и арфанные заболевания, и онкология, и такие уж более экзотические отрасли, как, например, болезнь Альцгеймера и так далее. И мы видим там активность отечественного производителя, в том числе именно производителя, в том числе первичных молекул. Кроме того, конечно, очень радует, что отечественные производители идут не только на производство какого-то вещества, которое потом способно стать готовой лекарственной формой, но и разработка собственных методик диагностики, новых методик диагностики различных заболеваний, в том числе и арфанных, в том числе и неврологических, и онкологических заболеваний. И это тоже очень радует. Ну и опять же вопрос, то, что доля локализованных препаратов ЖНВЛП достаточно высока. Но это, собственно говоря, понятно, поскольку перечень ЖНВЛП изначально был выбран как целью, чтобы полностью заместить его, максимально заместить его на отечественного производителя, так же как перечень ВЗН, ну как более таргетный перечень, тоже был поставлен целью, ну скажем так, мишенью для этого импортозамещения, и, собственно, этот результат мы видим. А что же фарма 2030? Целевые показатели ее достаточно интересны и, с одной стороны, понятны. Это, конечно, развитие, собственно говоря, предыдущей программы в основном, хотя есть там достаточно интересные новые вещи. Ну, первое, конечно, это увеличение объема рынка, объема отечественного рынка практически в полтора раза, и понятно, за счет чего, это мы только что видели. Увеличение доли российских, ну, отечественных производителей, это тоже очевидно и понятно. Увеличение и экспорта, и на это как раз сделан очень большой акцент, очень большой раздел, посвященный экспорту, и очень много мероприятий ему посвящено, поскольку, как мы видели по результатам прошлой программы, объем экспорта был достаточно высок, но было небольшое количество стран, причем мы этого страны были в основном страны ЕАЭС, наши давние друзья, то сейчас, конечно, здесь ставится задача очень такая амбициозная, увеличить экспорт не только в эти страны, но и в страны дальнего зарубежья. Естественно, увеличение, опять же, препаратов, доли препаратов, которые будут производиться по полному циклу, и это логическое продолжение предыдущей программы, это то, о чем мы говорили, чтобы превратить как можно большее количество тех самых упаковочных производств, которые у нас открылись, в большом количестве производства по полному циклу, для того, чтобы, опять же, удачно попадать в программу третий лишний, ну и, конечно, в этом, конечно, заинтересована наша отечественная промышленность. Опять же, очередной отсылка к экспорту, то есть удвоение его объема, и, собственно говоря, увеличение объема экспорта и доли производства, но это все, то, что я сказал, речь идет об существенном увеличении экспорта, об этом много говорится в этой программе. Ну, из ключевых направлений то, что, собственно говоря, под что прописано достаточно большое количество мероприятий, это то, что мы упомянули выше, это локализация, причем локализация максимально глубокая, и как расшифровка и продолжение локализации, это максимальная импортная независимость, причем не только в готовых субстанциях, но и в готовых лекарственных формах, прошу прощения, но и в субстанциях и технологиях, и на это сейчас направлено очень большое количество усилий, и мы, общаясь в том числе и с отечественными производителями, видим, насколько высока их активность, поскольку государство всячески поддерживает эту тему, и сейчас практически все инновационные молекулы, которые существуют на нашем рынке рассматриваются, как возможные модели для импортозамещения в той или иной степени, но причем в достаточно глубокой степени, то есть не только на уровне ГЛЭР. Естественно, инновации, да, это внедрение отечественных и высокотехнологических разработок, и то, о чем я сказал в предыдущем слайде, это достаточно активно сейчас тоже ведется, и мы видим эту активность, отслеживаем. Ну и доступ на рынок, увеличение доли на отечественном производителе, опять же, увеличение экспорта, то, о чем говорилось выше. Прописан целый комплекс мероприятий поддержки, я их здесь поставил всего лишь пунктом, под каждой строчкой, это несколько страниц текста, что и как, каким образом предполагается поддерживать, внедрять и использовать, и системные меры поддержки по производству, и поддержка экспорта, и создание инфраструктуры, и здесь большой, тот также акцент сделан в том числе и на цифровизацию, ну, цифровизация продвигается по разным каналам, но в том числе и в направлении Фарма-2030. Усиление межведомственного взаимодействия, это то, за что критиковали очень сильно предыдущую программу, когда производители оборудования очень сильно отставали, производители отечественного оборудования, в том числе и диагностического оборудования, очень сильно отставали от производителей фармацевтических препаратов, поскольку, как вы прекрасно знаете, для того, чтобы быть успешным на рынке таргетной терапии, на рынке орфанной терапии, то, конечно, диагностика и, соответственно, оборудование должно идти в ногу с развитием фармацевтической индустрии, именно отечественное приборостроение, инструментостроение очень сильно отстает в этом плане, поэтому на это сделан в том числе большой акцент в Фарме-2030. Контроль качества, здесь без этого никуда, на это отведено достаточно большое количество времени, ну и обучение персонала, конечно, тоже очень важно, и прописано там достаточно большое количество мероприятий по обучению фармперсонала в том числе, не только людей, которые осуществляют задействованные в процессе производства, но и в процессе контроля качества, регистрации, сертификации и так далее, не только, опять же, в сфере фармацевтической промышленности, но и в сфере приборостроения также. Программа очень интересная, программа получила положительный отзыв от Минздрава, но, однако, опубликовано, ну как не опубликовано, анонсировано было, что программа передана экспертному сообществу в самом начале февраля порядка, там, четвертого, если не изменяет память, февраля, ой, апреля, то 11 апреля появилась следующая информация, что как раз правительство-то и не приняло эту программу и достаточно серьезно ее распритиковало за поверхностность и непроработанность. И того же числа было сказано, что программа отзывается из экспертного сообщества и возвращается на доработку импрунтов. Тут же появились публикации, что на самом-то деле ее и не надо было отправлять экспертному сообществу, этого и не требовалось по законодательству, и, в общем, какие-то странные, был всплеск на эту тему, и после этого какой-то произошел некий информационный вакуум. Вот до сегодняшнего дня никакой информации пока обновленной не поступало, интересной, во всяком случае, официальной. Да, есть разные источники, которые говорят, доносят у нас разную информацию, но пока мы ждем, что же будет. Хочется отметить, что предыдущая программа 2020 также очень тяжело шла, то же самое критиковалась она со всех сторон, также тяжело она реализовывалась, как мы помним, были достаточно много информации о не всегда успешном и целевом расходовании средств и так далее, но результаты есть, результаты неплохие, несмотря ни на что. Будем надеяться, что программа 2030 будет достаточно тщательно проработана и пересмотрена и вернется к нам уже в обновленном виде и удовлетворит всех, и наконец-таки все-таки будет внедрена и начнет действовать. Это все, что я хотел сказать про фарму 2030. Тема интересная, но про нее можно говорить достаточно долго, но сейчас перейдем к следующему блоку нашей информации. Кстати, есть какие-то вопросы, дискуссии по этому поводу, мы можем обсудить там либо сегодня, либо в чате. А есть очень интересный также доклад, который доклад счетной палаты, который выпустил его в самом конце марта, начале апреля. Он касается, естественно, разных отраслей промышленности, но в том числе и здравоохранения. Правда, с точки зрения здравоохранения проведена анализ именно госпрограммы. Поэтому сегодня мы будем говорить про госпрограмму развития здравоохранения. Несколько там пунктов из этого отчета мы рассмотрим. Если говорить в общем, то исполнение за 22-й год, сейчас как раз вышел доклад, и ровно с января по декабрь 22-го года, общее исполнение достаточно приличное и по всем направлениям, и консолидированным бюджетом даже есть по переуполнению. Но что же в деталях? Что же в деталях? Давайте посмотрим. Из отчета палаты следует, что исполнение за 22-й год это 98,5%, то есть всего лишь 1,5% не добрали до выполнения плана, однако эти 2,5% на минуточку составляют практически 20 миллиардов, что, естественно, немало. Поэтому тут каждый процент очень важен. Ну, для сравнения, в 21-м году было 93%, что, конечно, радует те цифры, которые сейчас в 22-м году мы видим. Наибольший объем, наибольший объем в этой программе составила программа госгарантии. Это порядка 27%, почти треть из объема программы, государственная программа развития здравоохранения, составила программа госгарантии. Федеральная льгота, обеспечение граждан, отдельной категории граждан на втором месте, 14%, обеспечение детей с орфанными заболеваниями, тут самый круг добра, то, что мы знаем, 13%, и боли-бар с онкологическими заболеваниями тоже 13%, то есть они примерно на одном уровне. И эти программы, как лидеры, по исполнению к ним больших претензий со стороны счетной палаты нет. Однако, есть ряд программ, которые не выполнили те цели, которые были перед ним поставлены. И там же в отчете по каждой программе расписаны причины, по которым, как считает счетная палата, это не было выполнено. Процент невыполнения, это все то, что ниже 95%, это называется невыполнено. И причем, как мы понимаем, поскольку средства весьма значительные, то там каждый процент это весьма существенный объем финансирования. И как мы видим, не выполнили цели, это проект борьба с сосудистыми заболеваниями, программа, которая многих из вас интересует и которая является целевой именно в определенной группе нозологий, по которой есть очень много вопросов. и достаточно большое количество запросов, которые к нам приходят и обращаются, мы отрабатываем, программа такая очень интересная, но, как мы видим, сталкивается с большим количеством проблем. Как один из причин невыполнения счетной палаты указывает неисполнение межбюджетных трансфертов, видит счетная палата проблему в этом и как раз указывает на то, что одна из ключевых программ не выполнила свои цели. Программа развития здравоохранения также детского здравоохранения отстает. Одна из очень интересных программ, это тоже многих из нас с вами затрагивающие, это создание единого цифрового контура, это создание в том числе ИСЗ, это вся цифровизация, о которой много-много говорили, и программа, как вы видите, имеющая весьма существенный объем финансирования, и как указывает счетная палата, одну из причин неуполнения это не до закупки оборудования, не до обучения персонала, и там ряд других очень важных моментов. Отсюда, то есть вот почему мы сейчас говорим о тех программах, которые не достигли уровня выполнения, то понятное дело, что в текущем году к ним будет приковано особое внимание, и конечно исполнение, финансовое исполнение данных программ будет стоять на особом контроле. Ну и модернизация первичного звена здравоохранения тоже не выполнила, не полностью выполнила все те цели, которые были поставлены, тоже целый комплекс причин тому виной, можем их обсудить, но тем не менее то, в сущности, они практически везде там схожи причины, это как правило межбюджетный трансфер, это как правило плохое межведомственное взаимодействие, поскольку часто вот именно эти программы они подразумевают взаимодействие с другими ведомствами, то в том числе и по закупке оборудования и так далее, то здесь причины они видны, они понятны, и посмотрим на то, как эти причины будут устраняться. также есть еще три федеральных проекта, которые тоже были очень громко анонсированы, в том числе и в прошлом году, они не входят в национальные проекты, но входят в госпрограммы, и мы видим здесь, что называется антилидером, в данном случае находится программа расширенного натального скрининга, та самая программа, о которой говорилось очень много, и то, что она стартовала, и то, что она успешно прошла, и действительно достаточно большое количество было публикаций о том, сколько выявлено пациентов новых с редкими заболеваниями, которые бы в отсутствии этой программы не смогли бы выявиться, не получили бы вовремя лечения и так далее, но процент выполнения в данном случае очень низкий, самый низкий по сравнению со всеми остальными, и здесь как раз в том числе счетная палата указывает на то, что большие проблемы были именно в том числе с закупкой специализированного диагностического оборудования, и именно в результате этого неуполнение этой программы, хотя, конечно, это то, что видно на поверхности, да, закупка оборудования, но на закупленное оборудование тут же подключается, естественно, его сервис, тут же подключается персонал, который на новом оборудовании должен быть работать, должен работать, и вот именно вот этот комплекс мер, как мы видим, достаточно существенно повлиял на очень прогрессивную, очень нужную, многими ожидаемую, ну, не многими, наверное, всеми ожидаемую программу, но тем не менее, программа, к сожалению, весьма существенно, не достигла своих целей, а это говорит о том, что здесь очень большой потенциал, будем надеяться, что он будет развиваться и дальше. Ну и две тоже не менее важные программы, особенно последние, это медицинская реабилитация, это программа, которая на протяжении очень длительной, ну, скажем так, не программа, это тема, которая медицинская реабилитация, которая на протяжении очень длительного времени у нас была неразвита и развивалась в недостаточном количестве. И когда сейчас выделяется достаточно большое количество финансирований, посмотрите, какие средства выделяются, то, тем не менее, не все они осваиваются. А между тем, мы прекрасно с вами знаем, что успех лечения тяжелых заболеваний хронических – это не только вовремя проведенная операция или вовремя однозначенная медикаментозная терапия. Как правило, часто такое бывает, что основной успех будет зависеть от тщательной и вовремя, и грамотно проведенной пациенту периода реабилитации. Это касается большинства хронических заболеваний, ну и не только их, травматологии, например, той же ортопедии и так далее. Ну, это вот то, что нам рассказала счетная палата, тоже достаточно интересные цифры. Я думаю, что они многим дают возможность задуматься. Посмотрим, когда выйдет данный отчет из счетной палаты по другим проектам. Как сейчас говорю, сейчас только идет по госпрограмме. После этого обычно выходят отчеты по другим направлениям, поэтому будем вас, конечно, оперативно знакомить и с этой информацией. В электронном бюджете появились некоторые изменения в плане финансирования нацпроектов. И здесь хочется уточнить, это данные, опять же, уже 23-го года. Вот если мы смотрим сюда, здесь, в общем-то, основные цели, источники, они сохранились, но сохранились те же, и здесь, в общем, все эти основные вещи вы видели. Однако объем финансирования, они изменились и изменились уже весной этого года. То здесь довольно интересные тенденции. Мы можем отследить, что лидером по финансированию, по объему финансирования был 22-й год, и мы об этом говорили еще в конце прошлого года, на нашей прошлой встрече. Мы отмечали, что будет некоторое снижение по разным направлениям финансирования, и мы это видим. То есть оно не сколько снижение, сколько стабилизация, поскольку мы понимаем, что в 22-м году достаточно большие средства были выделены на разные направления, и причины мы их тоже видим. Борьба с онкологическими заболеваниями полностью отражает общую тенденцию, хотя, наверное, как мы видим, что борьба с онкологическими заболеваниями это один из лидеров по финансированию проекта, но тем не менее тоже видим, что в 23-м году и в 23-м, в 24-м там примерно на одинаковом уровне планируется финансирование объемов. Похожая ситуация в борьбе с средствующими заболеваниями, поскольку проект недовыполнил, опять же, свои цели, как мы видели по результатам, то мало того, что он будет контролироваться, то возможны дальнейшие корреляции и изменения в бюджете. Будем это дело отслеживать и вас, конечно, информировать тоже. Развитие детского здравоохранения. Тут ситуация немножко другая, пока не очень понятно, в связи с чем связано такое уменьшение объема. Объема надо с этим разбираться. Эти данные, в общем, достаточно новые. И здесь им объяснение, наверное, скорее мы оставим несколько позже. Та же самая ситуация с развитиями системы оказания первичной медикосанитарной помощи. Но, опять же, как мы говорили, то же самое. Эта программа тоже недовыполнила свои цели. Соответственно, конечно, объем финансирования логичный, что им уменьшено, поскольку, если программа недовыполняет, значит, есть какие-то проблемы на уровне управления. Вот. И что я хотел сказать еще, наверное, в заключении пару слайдов, то, что я обещал из области новостей из отрасли онкологии. Мы эти сведения подавали в наш проект «Онконавигатор», который мы делаем совместно с Ассоциацией онкологов России. Полностью этот отчет вы можете увидеть на нашем сайте. Мы его постоянно публикуем раз в квартал, а также на сайте Ассоциации онкологов России. Там достаточно много интересной информации. Здесь всего лишь выборка небольшая, но, тем не менее, как мне показалось, очень важно рассмотреть эту тему именно на нашей сегодняшней встрече, поскольку речь идет о финансировании. Итак, что же касается общего объема финансирования в ОМС, в онкологической помощи, то мы видим, что по сравнению с 2021 годом общий объем достаточно существенно увеличен. И он увеличен порядка 10% по сравнению с 2021 годом. И мы вот здесь можем видеть распределение, что, конечно, основную часть из всего этого заняла лучевая терапия, хирургическое лечение, ну, конечно, в основном лучевая. Но и химиотерапия тоже, то есть лекарственная терапия, прошу прощения, занимает весьма большую долю в этом во всем. Но при этом вот то, что мы отмечаем, то, что так называемая комфортная лучевая терапия очень сильно прирастает в доле случаев оказания медицинской помощи. Посмотрите, какой рост. С 2019 года 30% и в 2022 году 56%, ну, то есть практически двукратный рост. Что говорит о том, что, собственно говоря, система здравоохранения все-таки неплохо, и финансирование неплохо реагирует на новые интересные методы, которые появляются, методы лечения различных, в том числе и хронические заболевания, которые появляются. И, как мы видим, собственно говоря, специалисты в регионах активно применяют этот метод. И если говорить дальше, то включение, вот после того, как медико-генетические исследования были включены в ПГГ, то очень существенно вырос, ну, что логично, очень существенно вырос доля применения так называемой таргетной терапии. И это то, о чем мы говорили в начале в программе Парма 2030, 2020, 2030 в основном. То, что если не будет развиваться диагностика, как развивается сейчас лекарственная терапия, в том числе и таргетная, то, к сожалению, какого-то объема увеличения качества медицинской помощи нам ждать не приходится. И, как мы видим, как только государство обратило на это внимание и включило те же самые молекулярно-генетические исследования, повысился уровень диагностики, что называется, таргетных мишеней для различного рода, в данном случае, онкологических заболеваний, и тут же повысился доля применения именно таргетных препаратов. Как мы знаем, что именно применение, чем более таргетный препарат, чем более он нацелен на мишень, выявленную при диагностике, тем более качественное лечение, в отличие от всем хорошо знакомой, химиотерапии, которая, к сожалению, не обладает такой высокой селективностью. И с точки зрения переоснащения сети региональных медицинских организаций, которые работают с онкологическими пациентами, здесь мы видим, что самое интересное, топ регионов, мы построили, которые получают, собственно говоря, межбюджетный транспорт, и здесь мы видим, что лидер у нас совсем не Москва и Московская область, а Краснодарский край. Мы знаем почему, поскольку там тоже, конечно, большие достаточно центры, одни из крупнейших больниц, в том числе Краснодарская областная. Но, тем не менее, вот именно переоснащение идет достаточно ровно по регионам, если не считать Краснодарский край, и в том числе по небольшим регионам, что не может не радовать. То есть поступление нового оборудования, поступление новой техники достаточно активно идет по нашим регионам, и это вселяет определенную надежду на улучшение качества медицинской помощи онкологическим, в данном случае, пациентам. И, как мы видим, можете посмотреть здесь, какие объемы выделены на переоснащение, достаточно большие средства. То есть система здравоохранения, несмотря на разного рода события, не работает только в одну сторону, как там многие говорят, и что сейчас там все идет только на травматологию и борьбу, что называется, с травмами и с военными ранениями. То есть идет переоборудование, переоснащение, ну и перестановка, собственно говоря, системы здравоохранения, переоборудование, переформатирование согласно новым изменениям и согласно тем вводам, которые происходят на нашем рынке. Вот в основном это все то, что я хотел сказать. Единственное, что хотел еще раз упомянуть, что эта информация, это всего лишь небольшая часть того, что у нас есть и что мы делаем. Конечно, если вас интересует более подробно какая-то информация, мы с удовольствием вам ее предоставим в более детальном, более развернутом виде в рамках наших проектов. Но еще хочется, конечно, упомянуть и постараться не забыть сказать, что в этом году у нас пройдет в сентябре в сентябре конференция, посвященная данным реальной клинической практики, которую мы проводим со многими из ваших компаний в качестве поддержки и в качестве участников. Она пройдет 28 сентября. Мы будем рассылать, как всегда, анонсы и держать вас в курсе. Поэтому, пожалуйста, приходите, участвуйте в этой конференции. Всегда будем рады вас видеть. Ну, а сейчас, наверное, поскольку пока вопросов больше нет, нет, не 206... А, вопрос. Сколько? Краснодарский район 206 тысяч рублей. Это не 206 тысяч рублей, это 206 миллионов имеется в виду. Ответил, наверное, вопрос. Хорошо, коллеги. Спасибо. Тогда очень приятно было пообщаться. В общем, приятно было встретиться со всеми вами, посмотреть на ваши комментарии и вопросы. Поверьте, мы их все видим, постараемся ответить в течение ближайшего времени. Поэтому всех вас поздравляю с наступающими праздниками. Ну и рад был видеть тогда. Всем всего доброго. Еще раз. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.